Иерусалим Добро пожаловать на Мировое Влияние, я Билли Уилсон. Сегодня мы в Иерусалиме, на самом деле я стою на Виа Делароса. Это традиционный путь, который Иисус прошел от Зала Суда до Голгофа. Я на пятой точке Виа Делароса. Считается, что именно здесь Симона Кириньянина заставили нести крест Иисуса Христа. В одном мы можем быть уверены, две тысячи лет назад Иисус отдал здесь Свою жизнь. И Он сделал это, чтобы спасти нас с вами. Сегодня мы пришли сюда, чтобы поговорить об эксклюзивных заявлениях Иисуса. И одно из них состоит в том, что Иисус является эксклюзивным Спасителем мира. Мы назвали эту передачу «Иисус наш уникальный Спаситель». Паломники со всего мира приезжают сюда, дабы прикоснуться к тому, что напоминает им об Иисусе и связывает с Ним. Истина в том, что вы можете прикоснуться к Нему там, где живется. Он может спасти вас там, где вы находитесь. Если вы хотите больше узнать об этом, позвоните мне по номеру, который видите на экране. Вы также можете посетить наш сайт, адрес которого указан на экране. Я считаю, что Иисус — Спаситель мира, и Он может стать вашим личным Спасителем, если вы попросите Его сегодня. Оставайтесь с нами. Я вернусь к вам через минуту, чтобы рассказать о том, почему же Иисус является нашим уникальным Спасителем. Иисус является нашим уникальным Спасителем. Сегодня на нашей передаче мы говорим о том, что Иисус — наш уникальный Спаситель. Сегодня мы в Иерусалиме. Иисус пришел в этот город и был распят. На самом деле, недалеко от стены Иерусалима, почти две тысячи лет назад, Иисус отдал свою жизнь. Это город, о котором Иисус плакал. Он хотел спасти его больше других городов мира. Сегодня мы говорим о том, что Иисус — это уникальный Спаситель человечества. Хочу поделиться несколькими местами Писания, которые говорят об этом. Деяние 4.12. «Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Второе послание Тимофею 1.15. «Верное и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». 1 Иоанн «Мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру». Деянием «Его возвысил Бог десницей Своей в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Вновь и вновь Писание называет Бога нашим Спасителем. А в Новом Завете сказано, что Иисус пришел в качестве нашего Спасителя. Он пришел спасти нас. Но от чего? От чего Иисус пришел нас спасти? Во-первых, Он пришел спасти нас от греха, от наших ошибок. Он пришел, чтобы спасти нас от сатаны, от эго и от приговора. Слово «спаситель» происходит от еврейского и греческого слова, которое означает «избавитель», «спасатель», «защитник». Он может освободить или обезопасить. Блэс Паскаль сказал так. «В сердце каждого человека есть вакуум в форме Бога, который невозможно восполнить чем-то сотворенным, а лишь Богом, Творцом, Которого открыл Иисус». Истина в том, что сегодня каждый из нас нуждается во Спасителе. Иисус пришел спасти нас. Дэн Дихен сказал так. «Христос — центральная личность библейского откровения, а крест — центральный фактор библейского откровения». Если Иисус Христос был тем, кем Он называл Себя, и умер на кресте в определенное время, это актуально для всей истории прошлой и настоящей, потому что это ключевая точка прощения и искупления. Так говорит Джош Макдауэлл. А еще один автор, Сэмюэль Звэмер, говорит следующее. Смерть Христа отличается от смертей пророков, патриотов и мучеников во многих аспектах. О ней было сказано в предсказаниях. Она была во искупление грехов. Она была со знамениями. За ней следовала сверхъестественная победа над смертью и воскресением. Но главное отличие было в том, кто умер. В нем была вся полнота божества. Слово стало плотью и было распято за нас. Иисус Христос умер на кресте. Это исторический факт. Иисус из Назарета отдал свою жизнь в Иерусалиме почти две тысячи лет назад. Это было международное событие, и оно навсегда изменило историю. Правда в том, что в духовной истории смерть Иисуса стала поворотным моментом. Весь мир изменился, когда Иисус испустил дух и пролил свою кровь в Иерусалиме. Благодаря этому мы с вами можем быть спасены. Во время его мучений на кресте несколько групп собрались на Голгофе, чтобы посмотреть за происходящим. Я считаю, что эта группа показывает нам реакцию людей на крест. На протяжении двух тысяч лет люди реагируют на крест так же, как и тогда. Первая группа, о которой говорится в Евангелии от Луки, 23 главе, это солдаты. Солдаты бросали жребий, чтобы определить, кто заберет одежду Иисуса Христа. Иначе говоря, пока Иисус был на кресте, солдаты искали корысти в его смерти. На протяжении истории люди искали способов получить деньги благодаря смерти Иисуса на кресте. Вторая группа людей, о которых говорит Лука, это народ или масса. Писание говорит, что они стояли и смотрели на него. Им было безразлично происходящее. Они просто не реагировали. Они представляют миллиарды людей на земле, которые еще не слышали о кресте, и тех, кто не отреагировал на его призыв. Так же не стоит забывать про религиозных лидеров. Они насмехались над Иисусом, призывая его сойти с креста. Религиозные люди не понимали, что любовь Божия во Христе искупит мир. Так же рядом с Иисусом была одна группа людей — воры. Один осуждал его, выступая против него. Я считаю, что этот человек представляет тех, кто всегда обвиняет других. Они всегда являются жертвой общества или неких условий. Но среди толпы был человек, который понимал Иисуса. Он висел с другой стороны. И он сказал Иисусу при своей смерти, «Господи, вспомни меня, когда придешь в царство свое». Он понимал, что висел рядом с царем, который умирал за него лично. Он понимал, что у него был шанс на спасение, и он не упустил этот шанс. Тогда Иисус сказал ему такие слова, «Сегодня же будешь со мною в раю». Он спас его от вечного осуждения. Сегодня мы с вами находимся в Иерусалиме и говорим об Иисусе, нашем уникальном спасителе. Почему он является таковым, я расскажу позже. Оставайтесь с нами. Я вернусь через минуту, чтобы поделиться второй частью послания. Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатным. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. Увидьте Иисуса в новом свете, узнавая, какой он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. Несколько лет назад я работал в Лондоне. После этого я перешел в международный отдел архиепископа Кентерберийского. И оказалось, что у меня рассеянный склероз. Церковь сказала, что я слишком болен для того, чтобы работать на нее. И я поехал в Багдад. И теперь я викарий Багдада. Это чудесно. Это лучшая моя работа. У нас есть клиника и школа. У нас есть дантисты, доктора, аптека и лаборатория. У нас самая большая церковь в Ираке, в которой 3800 членов. Все мы из разных деноминаций. Я единственный англиканин здесь. Но вместе нас удерживает любовь Божия. Я говорю в конце каждого служения на арабском языке. Аль-Хоб, Аль-Хоб, Аль-Хоб. Что означает «мы любим, любим, любим вас». Любовь Иисуса меняет людей. Вопрос не в том, что мы говорим «О, как чудесна любовь Иисуса». Это, конечно же, правда. Но мы проповедуем любовь и показываем ее на деле. В прошлое воскресенье была Пасха, и нас взорвали. Буквально взорвали. Они взорвали наше помещение, и многие погибли. Но если мы будем показывать людям любовь Иисуса, то у мира есть будущее. Его ждет пробуждение. Если же мы не будем делать этого, оно никогда не придет. Вопрос вовсе не в том, что мы говорим, а в том, что мы делаем. Вот что меняет людей по-настоящему. Об этом я говорю своим прихожанам. Я говорю «Аль-Хоб» — это значит действовать. Вот что по-настоящему имеет значение. Распятие в Риме считалось высшей мерой наказания. Эту форму наказания использовали силициды, карфагенцы и римляне с 600 года до н.э. до 400 года н.э. Ее также использовали в Японии во времена династии Токагавы. Римляне использовали распятие против злостных преступников и непослушных рабов. Это было предупреждение тем, кто думал о неповиновении своим римским господам. Обычное распятие начиналось с избиения плетьми, палками или протяжкой за лошадью. Это делалось для того, чтобы ослабить преступника. Ослабевшие люди умирали быстрее после того, как их прибивали к кресту. Часто преступников заставляли нести часть креста через город, чтобы развлечь римскую толпу. Как только они достигали места казни, с преступника снимали одежду, а его самого клали на крест и прибивали к нему через запястье и ступни. Они не могли спать в таком положении, потому что висе на кресте приходилось прилагать усилия, чтобы дышать. Обычно смерть наступала через несколько дней. Иногда заключенным ломали ноги, чтобы ускорить процесс казни. Действительно ли Иисус умер на кресте? Гностики Второго столица и современные мусульмане учат, что Симон Кериньянин был распят вместо Иисуса. Никто из первых христиан или историков не придерживался подобного взгляда. Тацит писал, «Христос понес высшую меру наказания во времена правления Цилерия от рук Понтия Пилата». Другие скептики считают, что Иисуса прибили ко кресту, и что там он потерял сознание. Если бы это случилось, он бы умер от удушия всего за несколько минут. Кроме того, копье, которое Иисусу воткнули в бок, пробило бы его печень, живот и сердце. Даже современным докторам было бы непросто спасти человека после таких ранений. От начала и до конца распятие создавалось для того, чтобы люди, вроде Иисуса, были по-настоящему мертвы. Сегодня мы находимся в Иерусалиме и говорим о нашем Спасителе, Иисусе Христе. Мы подготовили цикл передач об уникальности Иисуса и Его эксклюзивных заявлениях. Одним из таких заявлений было то, что Он является единственным Спасителем мира. Мы говорили об этом в первой части. Но что это означает для нас в 21-м столетии? Что это означает для вас и для меня? Хочу упомянуть четыре вещи, о которых важно помнить. Иисус наш Спаситель, Избавитель. Он спас нас. Первое. Так как Иисус является нашим уникальным Спасителем, Он спасает нас от схем сатаны. В Писании есть история о том, как Петр разговаривал с Иисусом. Иисус сказал ему, «Сатана хотел сеять вас, как пшеницу». А потом Иисус говорит, «Но я молился, чтобы ваша вера не ослабела». Сатана хочет разобраться со всеми нами. Он строит планы против нас. Иногда он делает это на много лет вперед. Радостная новость состоит в том, что у нас есть Спаситель, которому известны его замыслы, и он может спасти нас от замыслов сатаны. Библия учит нас тому, что мы можем быть свободны. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубиться». «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус пришел, чтобы спасти нас от вора, от врага, сатаны. Есть второй пункт, о котором мы должны знать. Иисус пришел, чтобы спасти нас от наших грехов. Иисус пришел, чтобы мы получили прощение грехов и примирились с Богом. H.A. Ironside сказал, «Священный путь, преданная жизнь нашего Господа Иисуса Христа, не могли терпеть грех. Эта жизнь излилась в смерть, которая принесла спасение. Без его смерти его жизнь могла показать лишь нашу чрезмерную греховность. Но его кровь, пролитая за нас, была жизнью, которая, излившись в смерть, открыла нам жизнь вечную». А Оз Гиннес сказал, «В момент своей смерти Иисус отождествил себя с людьми в глубинах их агония, что ни один человек не может погрузиться настолько низко, чтобы Бог не смог достать его». Мне нравятся эти слова. Вы не можете опуститься так низко, чтобы оказаться в недосягаемости Бога. Он может спасти как лучшего, так и худшего, где бы вы ни были и что бы вы ни сделали. Каким бы ужасным ни был ваш грех, Иисус любит вас. Он умер, чтобы спасти вас. Он пролил свою кровь, чтобы вы получили прощение, свободу от вины греха, и, что важнее всего, от наказания греха. Мы можем омыться его кровью, положившись на него, и его дела на кресте, получить прощение. Но мы также можем освободиться от силы греха. Иисус пришел, как второй Адам. Адам принес человеческой расе склонность ко греху. Он согрешил, упал, отдал власть над этим миром врагу. Когда же пришел Иисус, он полностью повиновался Богу. Он полностью подчинялся воле Божией. И благодаря этому он победил силу греха. Сегодня вы не обязаны жить во грехе. Вы можете жить в свободе благодаря силе Иисуса. Итак, Иисус пришел, чтобы спасти нас от схем сатаны и наших грехов. Он также пришел, чтобы спасти нас от бесконечного страдания. Иоанна 3 глава. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Римлянам 5 глава 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Иисус пришел, чтобы спасти нас от вечной смерти и гнева. Спаситель пошел в ад, чтобы мы не попали туда. Хочу прочитать вам Откровение, 20 главу, 15 стих. Там говорится о том, что будет, если у нас нет Спасителя. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». А в Откровении 20 главе, 6 стихе, сказано следующее. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первым. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Джон Дайер сказал, «Человек может попасть на небеса без здоровья, богатства, почестей, знания друзей, но он не сможет попасть на небеса без Христа». Итак, Иисус пришел, чтобы спасти нас от схемы сатаны, от наших грехов и бесконечного страдания. И Он спасает нас, чтобы мы могли служить. Иными словами, Иисус пришел, чтобы спасти нас от самих себя и от жизни в пустоте. Малькольм Магеридж сказал, «Я могу сказать, что никогда не знал, какой была радость, пока не оставил поиски счастья и не думал о жизни, пока не принял решение умереть. И этим двум открытиям я обязан Иисусу». Магеридж понял, что Иисус стал целью его жизни. Иисус рассказывает нам о женщине, которая пришла к Нему, когда Он был дома у фарисея Симона. Эта женщина влюбилась в Иисуса, потому что Он простил ей множество грехов. Симон расстроился из-за того, что женщина омывала ноги Иисуса слезами и вытирала своими волосами. Иисус спросил Симона, «Кто любит больше, тот, которому прощено больше, или тот, которому прощено меньше?» Симон ответил, «Верно». Тот, кому больше прощено, любит больше. Это моя история. Мне много прощено, и я сильно люблю Иисуса. Он мой Спаситель. Я хочу, чтобы Он также стал и вашим Спасителем. Иисус Христос – уникальный Спаситель. Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатным. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. Увидьте Иисуса в новом свете, узнавая, какой Он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. В сегодняшнем выпуске мы говорили об Иисусе, уникальном Спасителе. На протяжении сотен лет паломники приходили в Иерусалим, чтобы приносить жертвы за грехи. Я нахожусь в археологическом парке Западной Стены. За мной камни Стены, которые остались со времен Ирода и служения Иисуса. Когда в те времена паломники приходили в Иерусалим, они приносили жертву за свой грех. Кровь этой жертвы проливалась, чтобы они могли примириться с Богом и получить прощение. Иисус же пришел как первосвященник и жертва. Иисус пролил свою кровь, чтобы мы с вами получили прощение и примирились с Богом. Сегодня Он является Спасителем. Если вы хотите узнать, как Иисус может стать вашим личным Спасителем, то позвоните мне по номеру, который видите на экране, или посетите наш сайт. Возможно, вы смотрите нас и не знаете, как спастись, не знаете, как обрести связь со Спасителем Иисусом и наладить отношения с Богом. Звоните нам сейчас или заходите на наш сайт. Мы будем молиться с вами и за вас, чтобы Бог дал уверенность во спасении, когда вы примете Иисуса. Иисус — наш уникальный Спаситель. Он единственный Спаситель мира. И мы рады тому, что можем рассказать эту историю людям по всему миру. Мы подготовили цикл передач об уникальных заявлениях Иисуса и об их значении для нас в 21-м столетии. Мы также подготовили брошюру об уникальных заявлениях Иисуса и значения для нас. Он — единственный Господь, Спаситель, Посредник и Искупитель. Мы бы хотели дать вам эту брошюру. Напишите или позвоните нам сегодня. И мы дадим вам эту брошюру абсолютно бесплатно. Просто попросите брошюру об уникальности Иисуса, и мы вышлем ее вам как можно скорее. Спасибо вам, что присоединились к нам на этой передаче. Присоединяйтесь к нам в молитве и финансовом. Нам нужна ваша поддержка, чтобы дальше выходить в эфир. Сегодня мы были в Иерусалиме и проповедовали Иисуса миру. Узнайте, как получить степень в 65 различных отраслях онлайн или стационарно на сайте, указанном на экране. Наш университет гордится тем, что может поддерживать движение Исполнения Силой Духа по всему миру с помощью служения Исполненной Силой 21. Чтобы поддержать это служение, вы можете заказать книги и другие ресурсы на нашем сайте, и также вы можете оставить на нашем сайте свою молитвенную нужду. Адрес сайта указан на экране, или позвоните нам по телефону, который вы также видите на экране. Наши молитвенные партнеры всегда готовы взять вашу молитвенную нужду и молиться о вас с постоянством. Иисус не похож ни на одного другого человека в мире. Его эксклюзивные заявления мы сможем найти в этом учебном материале от мирового влияния. Это информативное руководство может стать вашим совершенно бесплатным. Зайдите на наш веб-сайт, чтобы загрузить этот материал и посмотреть другие эпизоды из этой эксклюзивной серии. Увидьте Иисуса в новом свете, узнавая, какой он. Заходите на наш веб-сайт, читайте, смотрите и узнавайте эксклюзивные утверждения Иисуса. Образование осталось важным для нас даже тогда, когда мы завели семью. У меня очень плотный график, и я могу учиться только в удобное для меня время. Онлайн-программа подходит мне, так как благодаря ей я могу учиться во время кофейного перерыва. Глобальный. Словарное определение, объемлющее все части. Входят в понятие глобальный мир, глобальные вызовы или глобальная миссия. Глобальный значит до края земли. А вот какое влияние должна оказывать ваша жизнь. Университет Орла Робертса готов выпустить вас как стрелу. Если вы настроены сделать вашей жизни что-то значительное, присоединяйтесь к нашему вдохновенному богам, всемирному сообществу. Мы здесь не строим мелких планов. И вам тоже не стоит. В нашем университете мы обучаем целостных лидеров для всего мира. Это наша судьба, а, возможно, и ваша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вы задаетесь вопросом, ваше предназначение того стоит или нет. Но все дело в том, что вы готовы делать для осуществления вашей мечты. Может, у вас пока еще нет мечты, но правда в том, что у вас есть предназначение. И ваша задача его воплотить. И мы поможем вам в этом. Форбс назвал нас одним из лучших колледжей Америки. U.S. News и World Report — одним из лучших университетов с ценностями. Princeton Review — лучший на Западе. Huffington Post — один из самых дружелюбных университетов в стране. Студенты из более чем ста стран считают наш университет домом. Но как это связано с предназначением? Выбор колледжа отразится на всей вашей жизни. Мы взращиваем исполненных духом целостных лидеров для всего мира. Начните строить свое будущее с нами. Мы не строим маленьких планов и вам не советуем.